всем здорова вы на канале четкий как я вам и обещал сниму выпуск про автомобиль рабочий рабочую лошадку смотри это автомобиль газель next 18 года посмотрите какая красавица платформа 5-метровая сразу вопрос почему 5 метров я считаю что это самая универсальная длина и для москвы и для перевозок и можно и во дворах крутиться будет длиннее будет проблематично кто интересуется такими газелями 5 метровка в общем оптимально если вы берете заказы какие-то по москве в частности именно квартирные переезды на 6 метровки будет очень сложно во дворах 5 метров ну прям идеально потому что 4 метровок чаще всего не хватает спальник тебе на заводе ставили заказывал уже со спальником заказывал специально обрислип бокс потому что по отзывам это самый лучший накрышный спальник так то есть машина имеет боковую растентовку одну с этой стороны и крыша правильно покажем да как расчехляется супер а чё под капотом у тебя открывай покажем вот такая вот тачка слушайте потрясающие размеры мне конечно нравится а ты в основном по москве ездишь или по россии везде сейчас кстати водители находится в рейсе он поехал с москвы в крым с крыма поехал до сочи и сейчас здесь поэтому я его поймал и мы снимаем обзор и так смотрите под капотом каменс каменс 2.8 евро 5 а ты кстати стал самым таким один из последних кто купил еще каменцы дай говорят да сейчас вроде бы как бы тот же каменс но только называется по-другому короче сейчас на новых движках вот этой надписи нету да нет то смотрите как здесь много места раньше в старых газелях здесь такой стоял омывательный бачок сейчас его скрыли вот сюда и он объем какой метод по моему даже больше запасом дизелек 282 и 8 что делал здесь менял что-то по движку ничего не делал только прошел по 4000 на 4000 прошел а ты говорил что-то заглушить глушил там мой герб отключили получается при прошивке получается его заглушили я его удалять не удалял удалил только саживый фильтр так вопрос сразу интересует наверное всех скажи на цельнометаллических газелях полностью кузов весь оцинкованный как тут кабина кабина тоже оцинкованная по мне так это самая классная штука что наконец-то в газелях стали оцинковывать кабины и как утверждает производитель рожаветь она не должна а это у газелях большая большая проблема но посмотрим машине еще нету даже года тут и тут пока все как бы отлично там еще покажу тот момент который мне вообще прям бесит в производителях газели смотрите это вот кузов видите он рожавеет так вот полностью по всему всему периметру эти и в любом случае кто за машиной следит это придется все зашкуривать красить я думаю что красить придется вообще постоянно есть плюс смотрите сама рама сама рама она не ржавеет ржавеет это балка болты рама остается хорошая это конечно большой плюс ставишь на удлинение тоже видите ничего не ржавеет только болтики и вот это это есть конечно плюс сколько плюсов в газели наверное можно столько же и найти найти минусов но русский автопром в любом случае выходят постоянно новые уровни огромнейшим плюсом я конечно все равно для себя делаю то что кабины стали оцинковывать это прям очень хорошо так что ты говоришь пластик бампер понятное дело крылья пластиковые капот металл сша вот сюда можно было врезать эти поворотники не стал можно врезать поворотники лукойл лев нет почему я отказался какой льешь кастрол кастрол евро пять на заметочку бак не менял дай бак скольки литровый это завода на стоит с рессорами делали это заводские это заводские рессоры кстати смотрите на этой машине здесь стоит пневмоподвеска видите две подушки это просто конечно потрясающе а почему решил подвеску такую поставить во первых чуть-чуть грузоподъемность увеличить и чтобы рессоры постоянно не в напряг ходили так качается она у тебя с кнопки в салон а нет качается она пока обычным насосом пойдем покажем вот смотрите пинка то есть она снимается и качается обычным насосом как и как усиливал раму нет раму не усиливала она идет как удлинение только заводское слушайте ну любой газелист скажет сразу что ящики это очень важная вещь потому что вот какие они глубокие сколько литров ящиков они по моему 60 литров точно не скажу вообще вообще огонь посмотреть так это тоже на заводе ставил дилера вот они закрываются на ключ то есть если где-то останавливать не переживайте там не вскроют будут скрывать услышите а зачем наклейки прицепил кто будет брать газель новую салона если вы не хотите вот этот мне лично вот этот порожняк вообще не нравится вот эти наклейки лучше вылупить наверное свою рекламу а луидор вообще по умолчанию всем клеит короче проконтролируйте эти моменты пойдемте в салон ручки смотрите двери достаточно мягкие ой тут конечно все красиво так разуваемся ты в тапочках ездишь в тапочку значит на мусорить тут не будем тоже так сядем так ну сразу что бросается в глаза это наконец-то наши стали делать доводчики стекол с кнопочками автоматически и соответственно настройка боковых зеркал заднего вида тоже можно регулировать не выходя из машины здорово у тебя ксенон стоит? нет штатный свет так я понял мультируль да это хорошо о телевизор кондиционер у тебя есть? нет механика ручник так а вот эту полку? эту полку заказывал а сколько стоит? в районе 4000 у нас со столиком еще справа выбегает о смотрите я сейчас пересяду слушайте в этой газели конечно довольно таки удобно относительно раньше которые были ой это я сломал? нет это просто вытяну а как? ну она просто выдвигается а вот так вот да? да и а и вот можно короче пообедать обратно ага все у меня это получилось ну подстаканников конечно тут налепили прилично вот подстаканник вот подстаканник здесь кстати есть выходы под флешки но их нету а вот с этой стороны флешка есть а это что? ага вот еще подстаканник 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 пепельницы ага слушай вот вопрос сходу рация пользуешься? да нужна? обязательно так а я вижу у тебя что здесь значит комплектация подогрев подогрев сиденья водительского а пассажира нет? ну и правильно не нужен это подогрев зеркал из зеркал вот это очень круто это подогреватель двигателя в зимнее время это продувка сажевого фильтра но я его удалю а ты сажевый фильтр удалил для чего удалил? ну потому что мощность чтобы мощность мотора не забирать совет совет от опытного поэтому если что на каменце да в основном все удаляют все удаляют вот так а это блокировка дифференциала слушайте ну вот эта кнопка она тоже очень важная зимой стандартные барашки вебасто да? это вебасто да у тебя автономка стоит? нет автономка еще не стоит сколько стоит автономка если не на заводе стоять? 30 с небольшим я думаю но вы сможете вот вход в спальник можно туда позалезть? да конечно ну там бардак правда ну и ладно обращайте внимание опа полезли так как он тут? а там крючочек сверху вау вау смотрите мы здесь ух ты немножко страшно что-то все трясется хо-хо ну что спать будем? так давайте я вот так пока вас поставлю опа слушайте смотрите я сижу в полный рост и мне удобно опа а давайте мы попробуем вот так вот так поставлю камеру вот так вот да здесь достаточно смотрите если мы закрываем люк опа вот так вот полностью есть у нас значит что тут вентиляция отлично есть розетки тут я так понимаю уже все сам сделал все чтоб нагревалось есть аварийный выход понятно в случае там чего-то серьезного но это как бы форточки да с двух сторон они можно сделать достаточно такой сквознячок здесь кстати можно еще установить москитную сетку чтобы не кусали комары ну вот собственно смотрите вот кстати вот есть розетка да заряжаться и есть еще свет ух ты как как сразу освещает здорово вот смотрим я ложусь опа таки классный диван ладно спускаемся спускаемся и пойдемте смотреть дальше по кузову посмотрим какой здесь кузов выбрался я отсюда кстати я забыл вам сказать что в спальнике дайте-ка я все таки вам покажу вот идет уже матрас видите из войлока сейчас вроде дакаровские делают чуть потолще но в принципе на этом лежать тоже достаточно комфортно не ортопедический конечно но пойдет кстати вот классная функция сделали подлокотник еще дополнительно здесь была была установлена такая шторина с двух сторон это уже дополнительно по-моему полторы-две тысячи будет стоить сама шторка с рельсами сами установите на саморезы пойдемте смотреть кузов опа что да мягенькие двери достаточно а ты вот это дополнительно за деньги ставил это все штатное да камера вообще помогает лучше с ней парковаться да запаска камера это конечно хорошо давай по габаритам 5,20 2,45 высота и 2,20 но наружнее не столь важно как рабочее рабочее 5,10 внутреннее высота 2,35 и 2,10 ширина смотрите расчехляется только вот вот эта сторона а та почему не стал делать на газелях бессмысленно делать на две стороны потому что нагрузку можно осуществить с одной стороны это прекрасно вот удобные удобные ручки о видали как красота а ты сам фанерой обшивал на воротах нет сказал чтобы мне завода внутри сам обшивал в комплекте у вас естественно идет пломбировочный трос это для того что если вам повесят пломбы будете ехать с пломбой он должен быть обязательным перетянутые ремни зачем стягивай мне нравится мне вообще нравится когда у водителя газели ухоженная машина приятно приезжать на загрузку и лично мне никогда не стыдно подавать такие машины клиентам потому что клиенты тоже это всегда оценивают еще из плюсов сделают штатные вот такие лесенки так залезем опа сушьки ну здорово смотрите я стою в полный рост даже не достаю до крыши это сам вот эту фанеру купил? нет заказывал в лавидоре а ну то есть это дополнительная опция была да? да сколько машина вообще обошлась со всеми плюшками когда нет когда ты ее выкатил завода? миллион шестьсот девяносто три короче миллион семьсот а сколько пневма обошлась? двадцать две тысячи рессоры завода когда выкатывает слабенькие обязательно либо усиливайте рессоры а лучше заморочить поставьте пневму вещь полезная в дальнейшем на эту машину будет установлена пневмач спереди что считаю тоже будет прям плюсом в полу крючки это тебе сделано для стяжки груза сколько у тебя их? десять это дополнительная опция на заводе дополнительная сколько стоит? восемьсот один восемьсот рублей один ну не сложно посчитаете да сами окей фанера вот эта это ты сам да уже делал? эту да фанеру сам как лайфхаком да? вот эта сторона не расчехляется поэтому здесь была сделана сразу глухая фанера то есть на как и неправильно деревянные перемычки на поперечины накручиваются просто листы фанеры что тоже удобно при квартирном переезде машину вечно распирает две стороны фанера обязательно нужна здесь очень прикольно сделано вот смотрите хлопс вот а то есть ты эту прям к палке прикрутил вот видите и в принципе все машина готова к расчехлению сейчас мы покажем полностью расчехление как это происходит давайте посмотрим разгорается все это дело напишите в комментариях какие у вас вопросы обязательно ответим может вас что-то интересует по сделанным работам что сколько стоит обязательно поставьте лайк и обращайтесь за перевозками если ты берешь перевозку тебя просят расчехлиться ты деньги берешь за это ну в основном да потому что это тоже время а сколько денег ты берешь труд ну в зависимости в районе тысячи я например когда объявляю цену своим заказчикам всегда растентовка каждая стоит тысяч рублей на загрузке растентовались тысячи на выгрузке растентовались тысячи а вот это делал сам да да чтобы получше да просто проходил чтобы можно сказать получше потому что если будет постоянно гулять кольцо на петле ее может вырвать петлю с заклепок газель кстати вообще такой транспорт покупаешь ему просто салоны и дорабатываешь 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 мне кажется у опытных газелистов куча куча вопросов к заводу которые просто элементарно не доделывают эти машины как нужно в практике эти все моменты очень сильно вылазят и в принципе это что это что это это То есть вы можете полностью отодвинуть Единственное, например, если вам ставят палеты Либо какие-то трубы По заявленным вашим длинным внутренним кузовам 5-10 То у вас не встанут Вам нужно учитывать Короче, заднюю стойку всегда учитывайте Здесь вы потеряете порядка 20 сантиметров Здесь 20 сантиметров у вас убирается длина платформы И здесь тоже сантиметров 5 вы теряете Поэтому это обязательно учитывайте Потому что, например, клиент поможет сказать Что палеты длиной 5-10 Вы скажете, да, отлично, у меня есть Приедете, растентуете И у вас этого просто не хватит И будет срыв погрузки Залезу Смотрите Крыша едет вот по таким вот роликам И просто сдвигается сюда вперед К кабине А, ну вот, смотрите Во как Видали? Оп 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 Ну красота, согласитесь Сейчас я вам покажу, как машина выглядит теперь Снаружи Пойдемте Вот так вот Видите? Слушай, ну здорово Мне нравится Поэтому выбирать между тентом и полностью будкой Конечно, вам, по мне, так лучше использовать тент Это многофункциональный Гораздо Ну что, зачехляемся? Короче, зачехлились уже И забыли поставить стойки Сейчас, короче Заново расчехлились Сейчас поставим стойки И зачехлимся Вот, собственно, смотрите Все Зачехлились Машина куплена в 2018 году В ноябре Сейчас Конец июня Мы снимаем этот выпуск И на машине пробег почти 50 тысяч Много это или мало? Смотрите сами Ну я считаю, что для коммерческого транспорта Пробег достаточно нормальный Если у вас есть какие-то вопросы Либо они появятся Оставлю номер телефона водителя Можете напрямую к нему обращаться Также заказать у него эту прекрасную машину Он доставит ваш груз Из любой точки России В любую точку России Вот и подошел обзор к концу Напишите свои вопросы в комментариях Напишите, на какую машину Если это коммерческий транспорт Сделать обзор обязательно Если у вас есть такой коммерческий транспорт Тоже пишите Встретимся, отснимем Покажем, расскажем Поставьте лайк Подпишитесь на канал Спасибо, что досмотрели этот выпуск До новых встреч Спасибо Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok